Добрый вечер! Он активно гастролирует по всему миру, выступая в 20 странах Азии, Европы, Америки. В этом году оркестр совершает гастрольный тур по городам России в рамках проекта «Две великих реки» — Волги и Чанг-Дзянг. Этот проект, конечно, призван, прежде всего, укрепить дружеские взаимосвязи, дружеские взаимоотношения между нашими странами. Концерты гастрольного тура «Две великих реки» охватывают Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, где оркестр представит слушателям произведения современных китайских композиторов, пишущих в национальном стиле, а также аранжировки китайских народных песен. И сегодня, во втором отделении вечера, вас ожидает приятный сюрприз, творческий эксперимент, когда на сцене будут играть сразу два музыкальных коллектива. Это интрига нашего вечера. Ну а сейчас, дорогие друзья, встречайте наших гостей женский камерный оркестр китайских народных инструментов «Красота и мелодия» «Провинция Сычуань, Китайская народная республика». Прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аранжировка китайской народной песни на восточном склоне холма. О чем эта песня? Это похвала прекрасной природе Тибета и доброй красивой девушки на восточном склоне холма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Солистка Цзо Сяо Янь ДимаTorzok 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 Спасибо за просмотр! В этом прекрасном филармоническом зале, и мы надеемся, что вам понравится наш концерт. Дорогие друзья, вот сейчас мы вместе с маэстро хотели бы познакомить вас поближе с популярными китайскими национальными народными инструментами. Итак, первый инструмент называется он Эрху. Это двухструнная китайская скрипка. Название ее произошло от двух слов Эр, что означает два, то есть две струны, и Ху, инструмент. Эрху среди смычковых инструментов обладает самым ярким, выразительным и магическим, волшебным тембром, и поэтому ей очень часто доверяют в оркестра соло. Мы сейчас с вами послушаем, как звучит Эрху. Она звучит в основном в регистре сопрано, а ее родственник, альтовая скрипка, который звучит в среднем регистре, называется Джон Ху. Итак, Эрху и Джон Ху. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, пожалуйста, мы хотим сейчас услышать этот инструмент. Спасибо. Пипа – китайская лютня. Следующий инструмент – это круглая лютня, называется она жуань. Также четырехструнный щипковый инструмент. Его название произошло от имени древнего поэта Жуаньсянь, который прекрасно владел игрой на этом инструменте. Играет на жуане, в отличие от Пипа, уже с помощью плектра. И существует целое семейство жуаней. Они отличаются по размерам и по звучанию. Это жуань-сопрано, жуань-альт и самые низкие жуань – басовые. Итак, начнем с самой малой жуань-сопрано. Альт и басовый жуань. Так, это было семейство жуаней. Еще один очень интересный инструмент – тоже щипковый инструмент и тоже древнейший инструмент. Напоминает он нам русские щипковые гусли. Называется он гуджен. В старину он применялся в основном как аккомпанирующий вокалу инструмент. Имел он до 15-16 струн. Современный гуджен. Количество эстрон уже доходит до 26. В результате чего расширился и диапазон, и сила, громкость, и выразительность звучания этого инструмента. Итак, гуджен. Действительно очень близкий к звучанию гусли наших. Следующий инструмент – это бамбуковые флейты. Это уже духовые инструменты. Бамбуковые флейты – древний предшественник флейты классической. Каждая трубочка, каждая флейта имеет свою тональность. Давайте познакомимся и послушаем, как звучат бамбуковые флейты. Это они действительно сделаны из бамбука. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шэнг 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 Спасибо, браво! Лучит мелодия из пекинской оперы, она приближается, и постепенно из тумана проявляются и дома, и люди. Композиция называется «Утренний туман». композитор Ван Чжон Шан. Соло на китайской цитре Гун Чжен исполняет солистка Дзян Синь И. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Следующий номер это самая любимая в Китае народная песня. Популярна эта песня во всем мире. Ее герой потерял свою возлюбленную. Он ищет ее везде, тоскует и надеется найти. В исполнении Китайского народного оркестра песня будет звучать в аранжировке композитора Ма Цзю Юэ, одного из любимых композиторов этого оркестра. Китайская народная песня в дальних краях. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Уважаемые слушатели, мы продолжаем концертную программу. И сейчас обещанный долгожданный музыкальный сюрприз. Гости из Китайской Народной Республики оркестр «Красота и мелодия» выступят вместе с известнейшим коллективом Государственным оркестром народных инструментов Республики Татарстан. И сейчас на сцене одновременно будут играть 80 музыкантов. Для татарстанского оркестра это первый такой музыкальный эксперимент здесь на казанской сцене. Мы надеемся, что он будет успешным. И, конечно, мы надеемся на то, что вот такой творческий тандем, творческий союз двух оркестров будет иметь и свое достойное творческое продолжение. Уникальность сегодняшнего вечера состоит еще и в том, что два оркестра совместно будут исполнять произведения русских композиторов и китайские и русские народные мелодии. Итак, Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан открывает второе отделение программы. Произведением композитора Веры Городовской прозвучит фантазия на темы двух русских народных песен «Из-за острова Настрежень, вдоль-до-по-речки, вдоль-до-по-казанки». На сцену приглашается художественный руководитель и дирижер оркестра, народный артист России профессор Анатолий Шутиков. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. 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 музыку Петра Ильча Чайковского. Баркаролла из цикла «Времена года». «Времена года» 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 «Времена года «Времена» «Времена» «Времена года» «Времена «Времена» 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 «Времена «Времена» 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 «Времена «Времена» 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 «Времена»